Здравствуйте! Вы смотрите Медиа Информ. Как всегда, в это время и в этой студии мы говорим о мужчинах и женщинах, а значит, о их проблемах. Несколько программ подряд мы посвящаем такой теме, как мать, дочь и взаимоотношения. Сегодня мы продолжим эту тему. И в студию я пригласила сегодня Елену Самсонову, потому что она как раз очень часто сталкивается с теми проблемами, которые люди не могут решить, а в краеугольный камень-то как раз эти самые взаимоотношения, потому что уже по опыту. Но еще раз не обессудьте те, для кого отношения с мамой святы, трепетны, нежны и нет никаких проблем, они правильные. Мы говорим о тех, у кого есть проблемы. И начать я хочу с фильма, с фрагмента фильма, который я очень люблю. Это такая замечательная сказка Олега Янковского, последняя его работа. Но там есть фрагмент, который продолжит, перекинет некий мостик от нашей прошлой программы, которая есть на Ютубе, к нашей сегодняшней. Смотрим. Что с тобой? У тебя боли? Все ужасно. Почему все так ужасно? Догадалась? Сразу же. Я же не слепая и не глухая. И не выжила еще из ума. Прости. Простить за что? За что простить? За то, что ты так сильно его любишь. На этот раз тебе повезло. Он тоже очень любит тебя. Да, это бросается в глаза. Танечка, вы будете очень счастливы. А почему слезы? У меня камень на сердце. Ну, а почему камень? Я виновата. Я так хорошо была всегда с тобой. Я в душе, я очень-очень боялась, что ты просишь меня и выйдешь замуж. И вот теперь я наказана. Я жестоко наказана. Хочу внучку. А мне никогда не будет. Господи, как я хочу внучку. И чтобы она меня любила. И чтобы, ну, и тебя бы, конечно, любила. Ну, чтобы мы все любили друг друга. Круто, теперь вместо смерти я бы ждала правнуков. А правнуки, знаешь, как это замечательно. От них столько шума, благотней в доме. Ну, конечно, хлопоты и всякие капризы, неприятности. Да, вместо всего этого, ты сидишь в моей вине целыми днями со мной, занудной старухой. Я очень люблю тебя, мама, и мне хорошо с тобой. Поздно, как поздно. Как безнатюрно, бесконечно поздно. Понимаем свои ошибки. Перестань волноваться. А, Валериянка, все, что ты можешь мне предложить, в туле жизни дай. А ведь Игорь такой интересный мужчина. Ты такая красавица. Возможно, быть такая хорошая девочка. Здрасте меня, Танюша. Я непоправимая эгоистка. Зачем ты была такой послушной дочкой? Зачем? Все равно я счастлива, что ты выходишь замуж. Счастлива. Мамочка, а мне никто не нужен. С ума сошла? Да. Я счастлива, а ты? Я. Почему мы такие несчастные? Вот такой замечательный фрагмент. Мало того, это замужество-то тоже придуманное для мамы. Чтобы мама как бы, в общем, спокойно была за дочь. То есть вот нередко можно встретить, наверное, такую 45-летнюю женщину, у которой вся жизнь посвящена маме, потому что вот эта прописанная в коллективном сознании, да, хорошая дочь, или хороший сын, вот это прописанное. И несмотря на взаимную помощь, на взаимные какие-то, ну вот, и любовь наверняка здесь живет, но они обе несчастны. Они обе несчастны. Каким образом родители, вот по опыту, вот когда мы говорили вчера, да, что есть приходят люди, которые, начинаешь раскручивать их историю, и упираешься вот в этот момент, когда родители становятся просто людьми, которые заставляют, то есть они проживают нашу жизнь и высасывают всю энергию. Как это происходит? В какой это момент? Как избежать этого? Интерактив. Интерактив, я скажу, да, спасибо, что напомнила, Леночка. Интерактив у нас есть сегодня. Пожалуйста, посмотрите внимательно. Звонок бесплатный. Кому мы должны? Мы с вами. Серединочка, да, когда у нас есть родители, у нас есть дети. Кому мы должны? В первую очередь, родителям напротив телефон. Если вы считаете, что детям, рядом тоже номер телефона. Просто нам интересна ваша точка зрения и ваш опыт. Ну, продолжение, да. То есть, действительно, мы говорили, что на самом деле очень часто сталкиваюсь. У меня приходят на тренинги люди, которые хотят развиваться, хотят открыть какую-то новую страничку в своей жизни, хотят как-то самореализоваться, да. Я не могу сказать, что постоянно, но периодически я наталкиваюсь на такие моменты, когда человек говорит, а как же мама, а как же я брошу, либо вот папа, так сказать, полностью на меня обижается, я должна к нему приходить каждый день, я должна готовить. Он готовит и, так сказать, говорит, почему ты не приходишь ко мне. Там мамы стоят чуть ли не около двери своих взрослых сыновей с котлетками, говорят, я же ради тебя, а ты, так сказать, вот такой вот... Я тебе всю жизнь отдала, да, вот это вот частая фраза у одиноких мам, да. У меня будет... Ты доведешь меня до приступа. Там до приступа, там, ну, знаете, вот, в фото, что вызывают скорую, ты хочешь моей смерти и так далее. И это страшно, потому что этим людям от 35 до 50 лет, ну, вот тех, которых я знаю, например, у меня просто какой-то ряд таких вот моментов, да. Я не переживу, там идет очень сильная манипуляция по этому поводу. И нельзя говорить, что, может быть, сознательно, да, то есть я, ну, предполагаю, почему, так сказать, может у людей такие вещи быть. Вот как раз хотелось бы по этому поговорить, потому что, ну, страшно, когда люди теряют свою жизнь только потому, что родители, которые хотят, чтобы они быть счастливы, делают их несчастными, так как вот только что было в этом маленьком отрывке, да. И поэтому вот по этому поводу, ну, как бы, а люди говорят, а как же так? Это же моя мама, это же мой папа, они же мои родители. Я не могу, там, переступить через что-то. Я не могу, так сказать, я не могу, чтобы им было плохо. Я не могу что-то еще. Я их тоже понимаю, да, то есть они любят, это, любимые люди и так далее. И вот этот внутренний конфликт очень тяжелый, потому что, с одной стороны, она теряется собственная жизнь, с другой стороны, теряются люди, ну, вот, которые близкие, да, и не хочется терять ни то, ни другое. И на самом деле, ну, вот вопрос долгов, мы вынесли вариант долгов. Вы знаете, ну, я бы сразу хотела к рациональности перейти, да, по поводу долгов. Для того, чтобы определить, кто, кому и что должен, ведь у нас на самом деле, вот я немножко отступлю, да, в обществе нет вообще, ну, как, есть некое понимание неоплатного долга родителям. А что такое неоплатный долг? Вот, ну, чем он измеряется, да, какие критерии? То есть для того, чтобы что-то мерить, нужно какие-то критерии, по которым ты можешь их мерить. Какие-то законы, какие-то, ну, общепринятые критерии, по которым можно так сравнить и сказать, вот, я выплатил долг или не выплатил долг, да. А вот этот вот неоплатный долг, он, оказывается, ну, трактуется всеми как хочешь. Как хочешь, да. Вообще как хочешь, да. И каждый обижается, потому что он трактует его по-своему. У нас нет момента. И в этой ситуации, в принципе, первое, что бы я очень хотела, чтобы мы проговорили, да, это разделение между эмоциональным состоянием и вот этими вот, ну, как долгами материально, там, я не знаю, ну, не моральными, моральными как эмоциями. Ну, рациональными. Рациональными какими-то долгами, потому что, ну, что на самом деле, вот, если совсем уходить, там, например, в животный мир, да. Там нет, кстати, там вообще в животном мире, это для телезрителей, там нет, чтобы дети заботились о своих предках. Они растят новое потомство. То есть там, я вот видела, там, в Африке, там, бегемотик, да, бегемотика кого-то отгонял, там, волки выгоняют, как только выраст, волчонок его выгоняет, он должен самостоятельно. У нас же, наоборот, сказать, ну, как бы, все к себе. Да, мы люди, да, у нас, так сказать, отношение к, то есть общество определяется отношением к детям и к старикам. Я все прекрасно понимаю, но вопрос о том, что на самом деле мы должны, то есть как родители и как дети, да. Вот фактически мы тоже перед началом передачи начали говорить, да, что мы должны как родители. В принципе, мы должны дать жизнь, да, обеспечить эту жизнь до некоторого периода. Определенный период. Да, воспитать, вырастить, обучить и отпустить. Отпустить, отпустить, обязательно отпустить, да. Вся беда в том, что мы теоретически все хорошо понимаем, а на практике вот у нас вот тут и облом. Потому что и отпустить ребенка, вот эта же мама не смогла отпустить в свое время. Ну, хорошо, не знали тогда психологию, не читали, не было книжек, да, сегодня знают. Но и сегодня не умеют отпускать. И сегодня молодые мамы точно так же продолжают манипулировать своими детьми и их на коротком поводке держать. Все это продолжается. Знаем правила и действуем по исключению. Я вот держу книжку в руках. Я тем, кому эта тема важна, вот вы ее почитайте, потому что не все мы успеем за полчаса проговорить. Я когда-то, когда столкнулась с этой книгой, сделала первую передачу по этой книге практически, удивилась, сколько у меня было отзывов, сколько людей испытывают вот эти путы материнской любви. Спасибо. Вот у Некрасова есть. Святым материнством и святой любовью к родителям прикрывают свои заблуждения и комплексы, неверную систему ценностей. А ведь трудно возразить, когда звучат такие святые слова о необходимости любить родителей. И вот теперь сегодня уже стало модным достаточно. И тут бац, дети ничего не должны родителям. Да, и вот у нас... Нет, нет, смотрите, не совсем так. Да, вот я хотела как раз трубить. То есть если родители должны вот это, то по идее, говоря из материального, то дети, то есть родители должны детям, то дети должны приблизительно то же самое им. То есть когда родители постареют, еще раз, я сейчас убираю всю эмоциональную часть, любовь и все остальное. То есть когда родители постареют, их желательно обеспечить финансами, чтобы они не голодали ничего, чтобы они чувствовали себя хорошо. Вот детей воспитывают, чтобы они там радовались, ходили на площадки, ездили куда-то, чем-то участвовали в каких-то кружках. Пожалуйста, обеспечьте, пожалуйста, своим родителям, отдайте им этот долг. Пусть они тоже куда-то ходят в театры, в кино, куда-то ездят и так далее. Вот это точная формулировка. То есть гармоничная, чтобы у них была жизнь, но тоже своя жизнь. Это не значит... Не сидение рядом, не держание с утра до вечера за руку и выслушивание нытья. Нет, обеспечьте. Есть возможность финансовое путешествие. Отправьте в путешествие. Прекрасно это ничего. В фото того, что я бы на заказательном уровне ввела тоже какой-то вариант отдачи долгов и зарплаты или и так далее родителям, если что. В конце концов же есть такая вещь, как если отец уходит, он платит элементы. То есть вопрос о том... Это да, это спорные вопросы, но в принципе то, что дали, то и должны, только в другом качестве. Это мы говорим о материальном. Вот я считаю, это мы должны. То есть второй вопрос. Откуда берется вот эта вот манипуляция, если ты меня любишь, то-то. То есть вопрос о том, что... Первое. Дети совершенно правы. Они говорят, я тебя не просил. Я тебя не просила отдавать свою жизнь, не выходить замуж, работать на трех работах, полностью отдавать свою жизнь. Понимаете, тут очень интересный такой закон, который называется закон взаимного обмена у Роберта Челдини, да? То есть мы всегда с вами хотим, не хотим, но измеряем, сколько мы отдали и сколько мы получили. Хотим, не хотим, оно внутри у нас как-то заложено вот эта вся система, да? И вот мамы, они начинают что делать? Они начинают отдавать свою жизнь. Они отдают свою энергию, силы, время, здоровье, все, да? И они что хотят? Они, по идее говоря, хотят обратно то же самое. Отдай мне... Получается следующая вещь. Отдай мне свое здоровье, свое время, свою жизнь, свои возможности. Я не вышла замуж, ты тоже сиди, не выходи замуж, как вы в этом, да? Я, так сказать, не спала ночами, не позволяла себе там что-то, да? И ты не должен позволять, потому что я же тебе отдала. Да, но у этого родителя были свои родители, которые вырастили, воспитали и дали. А это совсем жуткая штука. И получается, что дети должны теперь, если бабушка и дедушка не додали родителям любви, внимания, заботы и так далее, теперь может быть такой вариант, что я должна расплатиться еще и за бабушку, и за дедушку? Ну, тут даже не вопрос, не совсем в этом. Даже вопрос, смотрите, есть такая фраза, если ты хочешь, чтобы твои дети были счастливы, будь счастлив сам. Да. Почему? А у нас получается жуткая штука. У нас получается, каждое поколение, особенно женщины, да, они живут ради детей, они выращивают, дают матрицу, как с собой жертвуют ради детей. Следующее поколение опять жертвует ради детей. Следующее поколение жертвует ради детей. А жить когда? И жить кто будет? Ну, кто жить-то будет, да? То есть, почему нельзя отдавать какие-то материальные вещи, которые должны быть в основе, да? Да, есть любовь, есть время, есть что-то еще, но есть время на свою жизнь, есть время на свою личную жизнь, есть время на свое собственное самоопределение, самореализацию и так далее. Вы должны показать людям, детям, как жить счастливо. И тогда получается, это долг, показать, как жить счастливо, самореализоваться, как чувствовать эту жизнь, а не как жертвовать собой ради других. Это очень важно. Это, наверное, очень важные слова. Покажите, насколько можно жить счастливо. Насколько вы сумели к своим 60-70 годам обрасти интересами, увлечениями, друзьями, какие у вас есть. Что вам любопытно и насколько вы умеете видеть счастье и ощущать его внутри себя. А не превращайтесь в людей, которые называются «Я страдала, и ты страдаешь». Это значит жутко. Одна новость тренингов, где были взрослые люди, там специальный маленький тренинг называется «Классный возраст». Там мои ученики привели своих родителей. Я, по-моему, уже один раз рассказываю, когда одна из дам, когда я спросила, «Чего вы будете заниматься?» Ей было лет 65. Она села и сказала, «Я до смерти буду помогать детям!» Я поняла, почему дети мне сказали, «Лена, сделай, что хочешь, пожалуйста, пусть она занимается собой. Только не надо, чтобы она до смерти нам помогала». Потому что непонятно вообще, до чьей смерти вы при такой установке вопроса. Чья смерть ранее? Да, потому что вопрос «Я буду помогать, я буду жертвовать», а вы должны либо жертвовать собой, либо вы будете неблагодарными кем-то. Да, да, да. И выхода, получается, нету. Это неправильно. То есть уже мы взрослые, любые взрослые, живите, пожалуйста, своей жизнью. Люди говорят, «Да, мне с тобой интереснее, да, мне интереснее твоей жизнью жить, мне интереснее жить жизнью внуков, мне интереснее жить жизнью детей, но не подменяйте вы свою жизнь, чужой жизнью, и не берите от нее ресурсы». То есть люди просто не задумываются, они прячутся, типа, вот это любовь, это не любовь, это уже эгоизм полный. Любовь, как раз, наоборот, отпускает. Многие-то несчастливы. Все несчастливы. Вот как и в этом фрагменте. Я так рада за тебя, за этот выдуманный брак. Почему мы такие несчастные, да? Нам с тобой вместе хорошо, но почему мы такие несчастные? Потому что совершенно иначе все представляют. Но как ты можешь ждать то, чего не умеешь сам? Ну, потому что, опять же, взрослые, начиная вот при этом воспитании, при этой странной, так сказать, культуре, которые у нас есть, взрослые, особенно женщины, они не находят себя очень многие, которые посвятили себя, так сказать, ну, семье. И фактически после 45-50 им нечем заняться, кроме семьи. Они больше ничего не умеют. Они не умеют найти новый интерес. Они не знают, что интересно и как интересно, да? И как это, ну, как вообще ничего не знают. У них нет привычки, да, заниматься вот своим, как бы, самореализацией, своим движением не иметь, то есть иметь свою часть жизни. У нас, на самом деле, еще жуткая вещь, что-то у меня слова жуткая сегодня. Потому что это жуткая, да? Когда девочек воспитывают хорошими девочками, и если они начинают думать о себе, хотя бы даже час в день, это эгоизм, она за это время могла постирать, убрать, приготовить, а она лежит книжку, читает. Это как же она имеет право, да? И женщины воспитываются, особенно при традиционном женском воспитании, как человек, который не должен думать о себе. Потому что если он думает о себе, она эгоистка. И это тоже очень плохо, да? И это вот потом все развивается, вот эту вещь. А как только начинает связываться, да, эмоция и что-то материальное, это чистейшей воды манипуляция, чистейшей. К любви это не имеет никакого отношения. Я хочу расстроить тех, кто считает, что это не так. Что это любовь. Это просто описанная, имеющая название, манипулятивная технология. Да, и вот стоит женщина 45 лет, тут мама, тут дети лет 18, да, и полный раздрай, потому что мама требует и недовольна тем, как она, в общем-то, с детьми. Дети хотят своего, и вот она по центру, несчастная, совершенно не живущая своей жизнью, потому что и туда она должна дать, и здесь она должна отдать долг, здесь еще дать, а сюда отдать, да, отдать долги. Она себе еще, знаете, вот тут нужно тогда встроить еще третье должно. Она должна себе. Прежде всего. Прежде всего. Если ей будет плохо, то будет плохо всем вокруг. То есть мы можем смело говорить, что это не эгоизм. Это не эгоизм, это абсолютно нормально, абсолютно нормально. Ну, даже у Луизы Хэя когда-то видела у нее схему, кто по центру, женщины обычно кого рисуют, либо родители, либо детей. По центру я. Если я счастлива, то вокруг меня вот эти круги, мои дети, мои родители, мои друзья, моя работа и так далее, они все будут в лучах вашего вот этого вот счастливого восприятия жизни. Замечательная метафора, это вот самолеты, да, там всегда, когда рассказывают о технике безопасности, говорят, что если будет разгенерализация, то сначала наденьте маску на себя, а потом на детей. Потому что если вы потеряете сознание, дети точно не выживут, да. Приблизительно то же самое здесь. Если 45-летняя женщина, это самая, ну как бы в соку, да, это самая энергия. Если ей будет плохо, если ее будет прыщить, если ей будет плохо жить, да, она не сможет не помочь ни одному, ни другим. То есть она не сможет отдать ничего. Поэтому ей нужно думать о себе. Олен, ну сколько еще вариантов, опять-таки, по опыту уже психосоматики на почве вот этих взаимоотношений. Это очень большое. Я когда это прочитала, мне даже сразу не поверилось, что вплоть до жутких совершенно состояний, до диких недельных головных, боль головная, до диареи, до каких-то... Да, да. То есть жуткие-жуткие люди пишут о том, что я после разговора с мамой или после прихода мамы ко мне, даже отдельно живу, даже не вместе, после прихода к маме ко мне, я просто сама не своя, и мне плохо, и ужасно, и так далее. Еще раз, с моей точки зрения, это нужно вот говорить об этом очень часто, писать, и желательно это как-то вот на общественном мнении укоренить, потому что все равно вот пока оно не будет в общественном мнении, пока люди будут иметь разные мнения, будет всегда вот этот внутренний раздрай, который будет говорить, я правильно поступаю или неправильно, осуждают меня или не осуждают. Что-то, так сказать, со мной происходит. Да, я попросила, чтобы нам вывели сейчас на экран, на наш экран, что у нас происходит с нашим интерактивом. Родителям 36%, детям 64%. Надо было еще поставить о себе. О себе, да. Мы в следующий раз поговорим конкретно о каждом из нас. Есть такой исследователь энергетических взаимодействий, Василий Готч. И вот он говорит, что те родители, которые не реализовали себя в жизни, являются вампирами по отношению к детям. Они энергетически сидят на шее, хотя на первый взгляд всячески помогают. И он считает, что если материально помогают, а как же, это наш родительский долг, тем ограничивают поступление средств в пространство детей. Вот как интересно, да? То есть нужно в какой-то момент уметь остановиться, сесть и подумать, что я могу сделать, что я должен сделать, а что я не должен делать совершенно. То есть в какой-то момент просто остановиться. И вот еще, да, исследователи показали, что родители, имеющие сильные привязки к детям, могут сильно и часто болеть. И вот это вот тоже интересная цепочка, да? Она действительно болеет, и она действительно меня любит, но это элемент манипуляции. Почему? Потому что она именно, вот поэтому это все и происходит. Называется это вторичная выгода, наверное, можно даже назвать, да? Вот эти вот вопросы еще, это вторичная выгода обязательно, да? То есть, ну, как бы, если мы сейчас переходим, например, средний возраст и вот уже пожилой возраст, да, то действительно, еще раз, если пожилые люди, да, ну, как пожилые, ну, очень-очень взрослые, будем говорить так, да, не нашли себя, не нашли, так сказать, чем заняться, и у них нет интересов, а это очень важно, так сказать, ну, мы уже говорили об этом когда-то, да, они начинают, ну, искать, где можно получить хоть какую-то радость, какой-то, от кого? От близких, да? Поэтому вопрос, в связи с тем, что просто так попросить приехать, ну, как бы, с другого конца города не очень, так сказать, вроде как хорошо, они заняты, дети там, поэтому болезнь, это один из вариантов вторичной выгоды, получить вот это внимание и так далее, поэтому вопрос о, там, вот в среднем возрасте, детям среднего возраста, да, там 40-45 лет, первое, как-то постарайтесь, первое, звонить почаще, то есть еще раз, не становитесь, ну, жертвой манипуляции, да, но выделяйте обязательно своим родителям время, выделяйте, пожалуйста, каждый день звоните, то есть иногда приезжайте, чтобы это было запланировано вами, потому что дальше будет хуже, если вы этого делать не будете, да, еще очень важный вопрос, который я хотела хоть поднять, дело в том, что, ну, так получается, что с годами, чем старше человек, совсем старше, пожалуйста, уважаемые дети, понимайте, что люди меняются, это не совсем те люди, которые были раньше, это не та ваша мама, к сожалению, да, не дай бог нам всем, но такое бывает, это не та ваша мама, то есть люди уже становятся, им совсем нечем жить, и для того, чтобы выжить, они начинают тянуть вот эту энергию, да, и объяснить им невозможно, вот я специально тоже принесла книгу Саши Галицкого, один из вариантов, покажу, да, Саша Галицкий, это в Израиле, у него есть собственный центр, он приезжал сейчас в Одессу, тоже выступал, собственный центр, куда привозят людей с разным состоянием, там, вплоть до Айцгеймера, ну, знаете, детский сад для очень-очень-очень взрослых, да, так вот, у него есть вот в этих книгах, у него там две книги, есть еще, мама что-то говоришь, как общаться с пожилыми людьми, чтобы не сойти с ума, да, это тоже нужно понимать, что там есть еще даже не манипуляция, даже уже не психология, а есть некие старческие моменты, там уже психиатрия, там уже элементы психиатрии, там нельзя спорить, там нельзя обижаться, там нельзя объяснять, там не поймут, там люди живут в совсем другом мире, поэтому иногда, как бы это ни было, а может быть плохо даже, считается, да, то взять, может быть, даже кого-то, кто бы ухаживал и так далее, так долг тоже можно отдавать, в конце концов, няню для детей берут, да, конечно, а для взрослых людей тоже не обязательно, человек должен сидеть, если есть возможность, то это очень хороший выход, может быть, совсем в другую сторону я ушла, но это тоже нужно проговорить, это тоже нужно проговорить, это тоже, это тоже, кстати, про любовь, почему, потому что, если ты, у тебя есть возможность взять человека, который бытовые вещи будет решать, и вы будете спокойны, что ваша мама накормлена вовремя, так сказать, выгулена и так далее, и так далее, вы приедете, я знаю просто по себе, у меня у мамы была сиделка, круглосуточная, у меня руки освободились, я приезжала не греть и бегом убегать, а я приходила разговаривать, я приходила посидеть с ней поговорить, потому что я знала, что суп на плите есть. Я думаю, что сейчас пришло время устанавливать некие критерии, вот этого должен, кто кому что, ну вот на каком-то, ну хотя бы элементарном уровне, на что можно было опираться, потому что манипуляций слишком много с этим вопросом, и тут и любовь, и порядочность, и вечный долг, и там, как бы, и внутренние конфликты, да, вот я думаю, что вот стоило бы сейчас разобраться где-то, да, вот какой-то вот вариант, именно кто, что, кому должен, и как это должно выглядеть, ну хотя бы на уровне материальном, да, любовь, она тогда, знаете, вот если материальные вещи, они решены, да, и интерес не решен, и чем занят человек решен, как маленький, так и большой, тогда в середине человек, да, он может быть свободным, он может любить свободно, он может дать больше энергии, он будет более, ну вот как бы, ну, отдающим, что ли, как раз больше, чем если у него вот эти вот вещи будут не решены, он будет выгребать беспрорывно с одной и с другой стороны, и нужно это поставить как-то, какие-то точки, знаете. Ну и среднее поколение, учитесь на ошибках родителей, да, устраивайте свою жизнь так, чтобы не зависеть, вот морально, не требовать бесконечного присутствия в своей жизни своих детей, да, наверное, так. Наша программа, это некие желтые карточки, мы поговорили на ту тему, на которую вы должны просто потом подумать, а может быть что-то почитать, для этого мы и собираемся в студии. Ну, наше время подошло к концу, скажите нам, итак, 36 родителям осталось, и 64 детям. Все-таки перевес в сторону детей. И это, наверное, пока, на наш взгляд, это правильно. Спасибо, что были с нами, в следующую среду мы продолжим этот разговор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова